Горнолыжным курортом мирового уровня с трассой в 55 километров станет Ой-Карагай через каких-нибудь 3-4 года. Во всем мире таких трасс лишь несколько. Для этого нужна дорога, водовод и водоотведение. Необходимые затраты Акимобласти обсудил с инвесторами во время рабочего объезда Толгарского района. Кроме того, Канад Базымбаев ознакомился с основными проблемами района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и застройки территории. Наш корреспондент Насгульбушан узнала, сколько средств необходимо и когда озвученные вопросы будут решены на пользу населению. Тепло досрочно. Более 33 тысяч квадратных метров заселили новоселы в Толгарском районе с подачи тепла от централизованной котельной. Построена она на частные инвестиции и способна давать 38,5 мегаватт энергии. Котельная работает на газе, резерв на дизеле. В случае отсутствия газа котельная может работать 5 суток на солярке. Нормативный срок 2 года строительства этой котельной. Но так как надо было подать тепло в этом году, наша компания за 7 месяцев мы построили это все. Сейчас в Толгарском районе строится порядка 10 жилых комплексов, в которых более 7,5 тысяч квартир. Соответственно, параллельно с комплексной жилой застройкой должны возводиться объекты инфраструктуры и социального спектра, отметила Кимогласти. Также Канад Бузумбаев подчеркнул, что при выделении участков под строительством многоэтажного массива необходимо заключать соглашение с компаниями-застройщиками о возможном выделении порядка 20 квартир для людей из числа социально уязвимой категории по действующим государственным программам. Если комплексная достройка занимается в микрорайоне, то тогда сразу объекты. Мы по нормативам договоримся, социальные объекты. Нам проблемы нужно решать с садоводческими товарищами. А если там работу провести, нужно обязательно посмотреть, что на их месте можно построить, людей расселить. А там то же самое с фонхаусом, виллу строится. Существенно отстает от графика капитальный ремонт Бесагашского дома культуры. Работы начались в ноябре 2020 года и по паспорту должны были завершиться 31 марта текущего. Задержка сроков возникла по нескольким причинам. Пожар, возникший минувшим летом, полностью уничтожил кровлю. И теперь при перерасчете, с учетом удорожания материала, стала высшей сметная стоимость. На завершение объекта нужны еще 238 миллионов тенгер. По словам руководителя управления культуры, деньги будут выделены в начале нового года. Однако сам подрядчик ТО «Колганат-Курлос» при этом не торопится наверстать упущенное. На объекте работают всего 39 человек. Актуален в динамично застраиваемом регионе вопрос обеспечения питьевой водой и водоотведения, поскольку требует реконструкции и увеличения мощности системы водоснабжения. Две линии водопроводной системы села Бесагаш из-за низкого качества труб, что доказано экспертизой, нуждаются в замене. Первая линия будет завершена уже до нового года. И откладывая надолго, уже в первом квартале следующего, необходимо заменить и второй упор у Челаким. Три насоса на подкачке будут. Длина составляет 35 метров. Добавится 25 улиц. По расчетам предварительной экспертизы, проект получился очень дорогой. Потому заказали дополнительную экспертизу. Таким образом, реконструкция водопроводной сети села Бесагаш требует 6,5 миллиардов тенге. Вода обеспечения и водоотведения также нужно горнолыжному комплексу Ойхарагай. В планах руководства туристического объекта построить дорогу, которая соединит два курорта – Ойхарагай и Ахтаз, что в свою очередь позволит увеличить лыжную трассу до 55 километров. Стоит отметить, что горнолыжных комплексов с такой протяженностью трасс всего лишь несколько в мире. Таким образом, по предварительным расчетам, это позволит увеличить количество туристов. Если за 2013 год было зафиксировано 19 тысяч посещений, то в текущем году уже 100 тысяч, а в 2025 году комплекс ожидает 520 тысяч туристов. Нужно водоотведение, канализация в город, потому что Толгар не в состоянии принять объем, который здесь есть. Нужна реконструкция газопровода существующего и подъем его на плата окраса. Чтобы делать на Ахтазе оснижение, то есть воды надо много, там гидрогеология нам не очень поможет. Ну, со скважин столько не набрать. Поэтому здесь прямо рядом протекает левый Толгар, оттуда нам нужен водовод. Аким области планы одобрил, заверил в поддержке и предложил разработать мастер-план, в котором будут оговорены источники и объемы инвестиций, инженерные и финансовые расчеты. Наш Горбушан Айдос Калиев, Аманжо Ужункишев, телеканал ЖТСУ.